Здравствуйте, у меня 37 лет жена, на 7 лет младше. Приходит поздно и приедет телефон. 6 лет назад было то же самое. Я даже увидел ее голые фотки. Она говорит, это не я. Я говорю, это же твои родинки. Я женат, если можно так сказать. От меня жена моложе на 9 лет. В браке мы прожили 8 лет. Когда я узнал, что она меня изменяет по правду, по приезду в Украину, я развелся, а наш сын не захотел со мной бить. Я простил, и мы снова прожились. Я снова поехал. Но через некоторое время я почувствовал, что жена меня по-прежнему обманывает и изменяет. С тем самым, что и первый раз. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрит рубрика «Вопросы до Влатову». Под это видео посмотрите. Есть почта, задавайте актуальные вопросы. Я всегда с удовольствием буду отвечать. Пожалуйста, в комментариях пишите свое мнение. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на наш канал. Желаю вам успехов. Хочу ответить на несколько вопросов. «Здравствуйте, Санур Роджавич. Карантин. Все дома сидят. Устали уже. Хотела посоветоваться, что мне делать. Остановка. Обстановка критическая дома. Сейчас карантин. Все дома. Друг другу надоели. И вобще. Я живу с сестрой и ее мужем. И проблема в том, что мой зять меня терпеть не может. Постоянно настраивать сестру против меня. Потому что ревнует их ко мне. Постоянно меня унижает, задевает. А это и мой дом тоже. Я не выхожу из комнаты. Я вот думаю на квартиру идти, отдельно жить. Потому что я тоже человек и заслуживаю хорошего отношения. А вообще я сильно страдаю, потому что семьи нет. Что посоветуете? Замуж надо выйти, потому что уже возраст. И что попало думают обо мне. И что я не замужем. Вот карантин, кончится. И на квартиру пойду. Десять лет я живу в травле. То есть, когда притесняют, обижают. Давно надо было мне создать семью. Свою жизнь поменять. Дорогая моя. Это всегда так. Это всегда так. Я хочу вам сказать так. Для женщины нигде нету приятного места, как дом своего мужа. Нигде женщина не найдет столько спокойствия, как дом своего мужа. И вы знаете, сколько бы родные братья и сестры не помогали вам, они не займут место вашего мужа. Моя мама, она, знаете, она 40 лет жила без мужа. Вы понимаете, 40 лет без мужа жила. Она ушла от жизни в 81 год. Ей было 40 лет или 41, когда осталась без мужа. Отец умер в 44. Я делал для него все. Я заботился о нем все. Все обеспечил. И однажды она мне сказала с ног. Хоть веришь или нет, ты сто раз делишь больше, чем твоего отца. Но на моих глазах пол хлеба или полчаса, когда сидел дома рядом с твоим отцом, это намного более счастливее в минуте моей жизни. Больше счастья дает. И я понимаю ее. Она правильно говорила. Она правду говорила. Поэтому, дорогая моя, сколько бы вы дома с сестрой не жили и так далее, вам все равно надо создать свою семью. Как вы 10 лет это терпите? Вот это я удивляюсь. Поэтому мой совет к вам. Конечно, на всех, кого пополовить невозможно. Так что выходите на квартиру. Пока живите на квартиру, строите свою личную жизнь. Что я вам скажу? Счастья вам желаю. Хорошо? Это очень важно. В карантине трудно. Тем более, знаете, муж с женой разводится. Два статистика выросла, сказали. Два статистика сейчас очень сильно выросла. Первая статистика, которая очень сильно выросла, это в карантине, это разводы. Муж, жена, и долго они на работе были туда-сюда. Когда с целыми сутками, месяцами дома сидели друг друга. И вдруг узнали друг друга получше. И они начали друг друга, до этого по-другому думали о друг друге. И теперь они по-другому воспринимали. Разводы выросли. Первое. Второе. Детский суицид выросло. Дети начали самоубийством заниматься. Детский суицид. Почему? Потому что родители раньше их не видели. Родители всегда были на работе, дети были в школе. И вдруг все в одну комнату два месяца сидят. И дети надоедают. Родители, они сильно требовательны. Сильно давят на них. Они всю свою вот эту проблему, которую у них есть в голове, не могут большинство контролировать. Это все эмоционально выражалось на детей. И в общем, в конце концов, видите, сколько проблем с детьми. Поэтому вот эта мировая статистика. Два статистики выросли. Поэтому, дорогая моя, идите в квартиру, живите. Вот карантин уже почти закончился. Уже можно ходить и так далее. Можно нанимать. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, можно сказать, меньше будете. Может быть, не свободно будете тратить деньги. Можно сказать, уменьшите свои расходы. Зато на квартире. Или чуть-чуть зарабатывать больше. Квартиры тоже недорогие, не так сильно дорого. Можете даже комнату арендовать. Но зато свободно жить. Эмоционально давление не будет. Здравствуйте, у меня 37 лет. Жена на 7 лет младше. Мы стали разными людьми. После того, как я ей разрешил выйти на работу и села за руль в машине, она чаще всего катается, работает посредником в сфере, продлевает патент иностранцам. Приходит поздно и приятный телефон. 6 лет назад было то же самое. Я спросил, что она хочет. Она сказала, после того, как дал клятву, не трону. Она сказала, отпусти меня. Я хочу замуж. А у нас двое сына. Я ей объяснил. Не буду отпускать детей. Не хочу оставить сротой. Поскольку сам вырос у отчимы. Очень жестокая жизнь у меня была. Тогда успокоились. А теперь она так же себя ведет. Недавно увидел их переписку. Она не признает. Сделал фотографии с телефона ее братья. Говорят, это неправда. Также ей поддерживают. Она хочет развод. Я не хочу отпускать детей своих. Мы оба знаем, что ради детей живем. Я даже увидел ее голые фотки. Она говорит, это не я. Я говорю, это же твои родинки. Она на своем. Она на своем. Итоги после того, я ее бью последний раз. До больницы дошли. Хочу у вас совета. Пожалуйста, дайте совет. Если вы ее бьете, от того, что вы бьете, она не станет лучше. Сколько бы вы ее не будете избывать. Один раз она испугается. Два раз. Но когда не будет она доедать ее. И она совершает все то, что потом захочет. Человеку надо убедить, но не заставлять, чтобы он боялся. От страха жить рядом с мужчинами тяжело. Вначале это работает. Один раз, два раз, три раз. Да, нужна страх. Я не говорю, что доля страха нужна. Точно как еда. Чуть-чуть сол добавлять надо. Но соленая еда никому не нужна. Но помните, что целиком, всю жизнь управлять человеком от страха. Это невозможно. Потому что мы живем в свободном мире. Она, тем более, если она продлевает патенты, туда-сюда она занимается этим. Она находится среди умных мужчин. Она находится среди богатых мужчин. Она находится, общается среди лучших мужчин. И поэтому она подсознательно сравнивает. Себя она оценивает дорого. Она считает себе, что она дорогая женщина. И поэтому она так думает. Но ей нужна мудрость. Если она просто у вас разводит и так далее, помните, женщины придумать могут. А вы просто старайтесь оберегать ее. Мой совет к вам такой. Не бейте ее. Бить это не выход. И скажите ей, что я своих детей никому не дам. Тебе нужно жить. А времени, времени, соблазн, времени, вот это все, легкомысленность, это не занимает смене счастья. Она сейчас так думает, пока, может быть, влюблена на кого-то, или временно с кем-то пока общается, так думает она. Но это не смене счастья. Вам надо ей сказать, ты знаешь, это мои дети. Запомни навсегда. Никто не станет их отцом, как я. Никогда. Я их кровный отец. И я их люблю и буду заботиться. Если хочешь уйти, уйди сама. Но старайтесь, чтобы до развода не довести. Но если видеть, что она настаивает и так далее, то опять десяти, всегда говорите ей так. Но нельзя говорить женщину нет. В трех случаев женщину нет, говорить нельзя. Если она говорит, давай разводимся. Нельзя говорить нет. И нельзя говорить да. Если скажете да, она скажет, ну ты сволич, ты ждал, да, когда я сама предложу. И она будет очень ненавидеть вас. Но нет сказать тоже нельзя. Женщины такой природы имеют. Странные они. Если в этот момент вы говорите, что нет, она настаивает на развод. Она будет добыться этого развода. Ход верить или нет. Вы рано или поздно придете к нам. Поэтому женщину нет сказать нельзя. Всегда говорят, давай еще подумаем. Мы всегда успеем разводиться. Давай еще подумаем. Давай еще подумаем. Всегда ответ должно быть так. Потому что да, говоришь, проблема. Нет, говоришь, тоже проблема. Поэтому всегда говорят так. Давай еще подумаем. Возможно, что-то изменится. Но если вы видите, что она продолжает, годами это повторит, да лучше отпускайте ее, женитесь нормально, живите нормальной жизнью. Зачем вам всю свою жизнь уговорить женщину? Пально хороших женщин. Вы знаете, удивительный мир. Некоторые женщины идут на всякие авиантуры, на всякие трудности, лишь бы чтобы удержать своего мужа. И лишь бы чтобы это мужчины любили их. А некоторые женщины готовы отдать своих мужей другим. И не ценят их. Какой-то странный мир. Так что, если она думает, что вы никому не нравитесь, она глубоко ошибается. Вы очень многим нравитесь такой, какой вы есть. Так что это так. А за счет того, что проверить ее телефон и так далее, и так далее, не очень хорошая идея, но очень больно. Всегда болезненная. Если она больше месяца или больше года повторяет, отпусти меня, отпустите ее. Зато вы станете умнее и мудрее. И наступит день, когда она сильно сожалеет. Детей берите себе. В крайнем случае. Это самый крайний случай. Здравствуй, наставник. Меня зовут Леонид. Смотрю каждый ваш ролик в Ютьюбе и все ваши тренинги. У меня в жизни сложилась такая ситуация, что я и врагу не пожелаю. Я женат, если можно так сказать. От меня жена моложе на 9 лет. В браке мы прожили 8 лет. Она меня родила с хина. Я на ней жениться, взял уже с дочкой. Жили в любви и счастье. Купили квартиру, сделали для нее бизнес-салон, прикмахерский. И тут она начала мне изменять в тот момент, когда поехал за границу зарабатывать деньги для более великого дела. Когда я узнал, что она меня изменяет, по правду, по приезду в Украину, я развелся. А наш сын не захотел со мной быть. Ему было 8 лет. А захотел жить с мамой. Жена звонила ко мне, просила прощения, просила вернуться. Я простил, и мы снова прожились. Я снова поехал за границу уже с сыном сделать свой транспортный бизнес. А сын на учебу, так как ему только 11 лет, просил жену ехать со мной, уговорил. Но она отказывалась. Я не знал даже почему. Я сделал свой бизнес, купил две машины, которые ездят сейчас по Европе и зарабатываю неплохие деньги. Но через некоторое время я почувствовал, что жена меня по-прежнему обманывает и изменяет с тем самым, что и первый раз. Так она и случилась. И вот уже я 4 года живу в такой лежи и изменах. Я вчера позвонил, а вечера позвонил ко мне ее любовник и все рассказал. И она ко мне тоже позвонила и попросили снова ее простить и хочет приехать уже ко мне три сына на границу, то есть троем сыном за границу и жить с нами. Но я не знаю, можно ли верить такому человеку, который в обмане живет уже 4 года. И просить сейчас, чтобы я ее простил по новой. Я же хочу развестись и забить такого человека и не иметь с лежицами ничего общего. Голова идет кругом, не знаю, какое решение принять. Не хочу с одной стороны оставлять сына без матери, с другой стороны не хочу жить в лежи и предательстве. И чтобы жена учила этому плохому сына, подскажите, пожалуйста, как поступить, где найти ту тонкую грант правильного решения. Леонид, дорогой мой, жизнь иногда жестоко обращается к нам. Мы любим того, кто не любит нас. Иногда мы делим все, мы заботимся, мы реально все делаем ради любви и ради семьи. Но обмен благодарности получаем. Такое предательство. Иногда жизнь случается с нами так. Но нам надо найти в себе силу преодолеть это все, прижить это все. Я тебе рекомендую ради своего сына еще раз прости эту женщину. За годы свою жизнь я убедился, три вещи остаются без измены. Хочу, чтобы ты знал. Моя слава, наверное, тебе ранит сердцу, но очень трудно измениться три человека. Первый, кто занимается пролюбодеянием? Это почти неизлечимое. Прости, но я тебе должен говорить правду. Но есть люди, которые справляются с этим, но очень малое количество, кто справляется. Второе, кто ворует, кто воровал один раз и очень трудно исправить этого человека. Он продолжает воровать, брать чужое. Третий, кто врет. Кто врет, он будет продолжать воровать. Однажды, когда-то, мне мама давала этот совет, что женись на девушке, которой это три вещи нет у нее. Потому что эти три вещи исправить будут очень трудно. Ради своего сына, ты один раз его простил, ты женился на ней, когда ты знал, что она была раньше жена другого человека, у нее был ребенок и так далее. Ты женился на ней с дочкой, она была с дочкой. Попробуй еще раз, ради сына, позвай его. Помни, жена изменяет мужа, когда далеко от мужа. Держи ее рядом с собой. Никогда не отпускай. Никогда не отпускай. Мой совет к тебе. Держи рядом с собой. Возможно, тогда она справится. Но больше никогда не напоминай ей об этом. Потому что ее совесть и так и так напоминает ей об этом. Поверь мне, с годами она сама это чувствует. Ее собственная совесть мучает ее. Поверь, это правда. Так что желаю тебе успехов, желаю тебе счастья. Попробуй еще раз ради дочка, прости, но держать ее рядом с собой. Жена всегда должна быть рядом с мужем. Всегда. Это очень важная вещь. Дорогие мои, ставьте лайк под рубрику, рекомендуйте своим друзьям, задавайте актуальные вопросы, всегда буду отвечать. Счастья вам и вашим семьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова